Крушение Ил-76 с украинскими пленными, что известно к этому часу. В Белгородской области России 24 января потерпел крушение военный самолет Ил-76. На его борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских пленных, которых везли для обмена. Все они погибли. В Минобороны России квалифицировали произошедшее как теракт, за которым стоит Киев. Госдума России намерена подготовить обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76. Белта собрала основную информацию об авиакатастрофе к этому часу. Что известно о крушении самолета? В Минобороны России сообщили, что военный самолет Ил-76 потерпел крушение около 11.00 по московскому времени при выполнении планового полета. На борту воздушного судна находились 74 человека, в том числе 6 членов экипажа, 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена, а также трое сопровождающих. В российских телеграм-каналах появилась информация, что обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться сегодня на границе Белгородской области. Однако после атаки на Ил-76 обмен отменили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что самолет упал в Карачанском районе. Никто из находящихся на борту не выжил. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте. Проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы, написал Гладков в своем телеграм-канале. Между тем, по данным ТАСС, Ил-76 упал в 5-6 километрах от села Яблонова в Карачанском районе. Настоятель местного храма отец Георгий рассказал, что разрушений на земле нет. Храм при падении самолета никак не пострадал. В селе ничего не повреждено. Он упал за селом в полях километров 5-6, сказал настоятель. Яблоновская средняя общеобразовательная школа также не получила никаких повреждений. Это на предельной дальности было. Только кусочек дыма видно было, сообщили ТАСС в школе. В оперативных службах региона сообщили, что к месту падения самолета направлены бригады скорой, пожарные и полицейские. В регион также вылетела комиссия Воздушно-космических сил России для выяснения причин катастрофы. Что говорят о причинах катастрофы? В Минобороны России заявили, что российский Ил-76 был сбит украинскими военными. Киев пошел на уничтожение самолета с военными ВСУ, чтобы обвинить в этом Россию, заявили в ведомстве. Киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский, Белгород, для перевозки украинских военнослужащих для обмена, приводит заявление ведомства ТАСС. По данным Минобороны, ВСУ поразили Ил-76 с украинскими пленными при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области. Радиолокационными средствами российских ВКС зафиксирован пуск двух украинских ракет, которыми был сбит Ил-76, уточнили в ведомстве. В Минобороны также подтвердили, что экипаж самолета погиб, как и все остальные на борту. В то же время глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов на пленарном заседании Госдумы заявил, что Ил-76 был сбит тремя ракетами «Патриот» или «Ирис-Т», сообщает РБК. «Самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо «Патриот», либо «Ирис-Т» немецкого производства. Специалисты разберутся», заявил депутат. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных. Его успели развернуть. Картополов отметил, что Киев знал о предстоящем обмене и о том, каким образом пленные будут доставляться. Позднее Картополов подтвердил информацию, что сегодня должен был состояться обмен пленными 192 на 192. Первый самолет вез 65 человек, второй остальных, сказал депутат. Что заявляют в Украине? Украинские СМИ со ссылкой на источники ВС Украины сразу после крушения Ил-76 сообщили, что самолет сбили ВСУ. Позже эта информация была удалена. СМИ убрали упоминание, что самолет сбили ВСУ, оставив формулировки, что борт упал, без указания причин падения. На это обращает внимание украинское издание «Страна». Также со ссылкой на Генштаб Украины СМИ сообщили, что данный самолет перевозил ракеты к комплексам С-300. В Министерстве обороны Украины заявили, что еще выясняют информацию о крушении. В Украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными не подтвердили, но и не опровергли заявления Минобороны Российской Федерации о том, что на борту рухнувшего в Белгородской области самолета находились украинские военнопленные. В штабе заявили, что собирают и анализируют всю информацию. Призвали дождаться официальных заявлений. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не делать преждевременных выводов касательно крушения Ил-76 и доверять только официальным источникам. Сейчас я, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию. Призываю представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам, а также прошу не распространять недостоверную информацию, написал Лубинец в своем телеграм-канале. Как реагируют в Москве? Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и пустили в расход своих же сограждан, написал дипломат в своем телеграм-канале. Он отметил, что этот кровавый инцидент ставит под вопрос возможность любых договоренностей, в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат, и в этом нет никаких сомнений, сказал посол. По словам Мирошника, Киев в 2014 году начал войну, сбив малазийский пассажирский лайнер MH17, затем продолжил расстрелом своих же пленных в Еленовске, а сейчас уничтожил 65 человек своих сограждан, уже живших надеждой на возвращение к своим семьям. Украинская диктатура принесла их в жертву стремлению демонстрировать кровавую сущность России, но продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они так якобы боролись и так ждали. Следствие даст ответы на массу вопросов, которые сопровождают данную трагедию, но оно лишь дополнит фамилиями и подробностями те выводы, которые уже налицо, заявил дипломат. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в беседе Стас заявил, что мировое сообщество должно понять, какого монстра коллективный Запад вскормил в Украине. Мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра вскормил коллективный Запад в Украине. Ответственность за военные преступления, такие как этот бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе, а также экипажа, осуществляющего гуманитарную миссию по их перевозке, несут в равной степени правящие круги в Вашингтоне и Брюсселе, сказал он. По словам Слуцкого, нелюди не первый раз бьют по своим. Мы помним, как варварской атакой ВСУ на СИЗО в Еленовске летом 2022 года навсегда заставили замолчать таких же украинских военнопленных. Это последовательная тактика государственных террористов, добавил парламентарий. Между тем, Госдума России собирается подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы выяснить, какие ракеты могли стать причиной крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Соответствующее поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают. Это нацистский режим. Они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент, подчеркнул Володин.